Новый этический кодекс госслужащих презентовали в региональном антикоррупционном ведомстве. За круглым столом говорили о профессиональных стандартах, которыми должны соответствовать чиновники. Напомню, в конце прошлого года глава государства подписал новый закон о государственной службе. По каким критериям теперь берут на работу молодых специалистов, расскажет Кристина Горбаченко. Встречу начали с приятного. Североказахстанцы, впервые поступившие на госслужбу, торжественно принимают присягу. Это одна из обязательных норм нового закона. Честно работать на благо страны и народа сегодня клянется и Алан Жуков. Торжественно клянусь соблюдать конституцию и законодательство страны, добросовестно и профессионально служить народу. В прошлом году Алан закончил магистратуру. Тестирование на госслужбу прошел с первого раза. Я работаю в Петропавловском городском суде номер 2, главным специалистом. Сейчас я секретарь судебного заседания, провожу процессы, работа очень нравится. Присягу приняли 9 человек. После специалисты регионального антикоррупционного ведомства презентовали новый этический кодекс государственных служащих. Он пришел на смену к кодексу чести. Этот документ регламентирует правила поведения госслужащих в быту, в отношениях с коллегами, со СМИ и в неслужебной деятельности. Направлен он в первую очередь на предупреждение коррупции в госорганах. Структура этического кодекса представлена пятью разделами. Это общие положения, общие стандарты поведения, поведение во внеслужебное время, в служебных отношениях. Государственные служащие в соответствии с этическим кодексом в своей деятельности должны быть привержены политике первого президента республики Астан, лидера нации Нурстана Назарбаева и последовательно проводить ее жизнь. Переход на карьерную модель государственной службы, обязательный трехмесячный испытательный срок, внедрение института госслужащих корпуса Б. На встрече обсуждали и другие важные нововведения и изменения в законе. В диалоге участвовали и районы области. Они находились на селекторной связи. Кристина Горбаченко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.